Показатель, что он... Типа, я готов с тобой сражаться, прям в лоб, давай. Да, экспандик, нет, не в лоб, скорее всего, это будет... Хотя, чёрт его знает, вот прошлая игра на этой же карте прошла, видишь, как агрессивная, наверное. Можно подстроиться в зависимости от того, как прошла первая фаза, как прокрепился Архмаг, что там у Блэйдмастера по уровню, по артефактам. Лину нельзя сейчас проигрывать с той точки зрения, что если он сегодня проиграет, то сегодня проиграют Хуманы, проиграют... Точнее, Орки проиграют Хуманам почти во всех матчапах, кроме одного самого первого, да и там за Хумана выступал Орк. Это будет совершеннейший дисбаланс, это вообще... Лин, давай, соберись, тебе нельзя. Тебе нужно и нельзя. Нужно выигрывать и нельзя проигрывать. Ой, ой, волнительно, очень волнительно. Да что ты переживаешь, Лин вообще не это самое, даже в играх с Хэппи он не показывал плохую игру. Ты помнишь, например, как Лина-то зовут? А вот, например, ты точно помнишь, как зовут Граби и Муна? Ну да, ну нет, Муна не помню, если честно. Но Мэнниэль Шинкьюзен и его сложные Шинхайзены, по-разному там читается все. Голландская фамилия. А вот Парк Джун его зовут. Парк Джун, да, Парк. Ну, в смысле Лина, а не... А, Лина Парк Джун зовут. Да. Хорошо. А Муна как? Не помню. Это не его прямое имя, это моя интерпретация того, что я не помню, как его зовут. Самое главное, что мы помним Дмитрия Костина. Дмитрий Костин, да, он поражает своим уровнем игры. Если брать Сэрла как лучшего игрока вообще в РФГС народов, то Хэппи, наверное, я не видел вообще никого, кто бы близко подбирался к Хэппи, к его скиллу. Наверное, только Мун в свои самые топовые годы. Но это было когда, а Хэппи-то сейчас. Навы Императору немножечко подлезали, можно дальше по игре, да? Да, да, да. Там пауэрбилд алтаря и барака было высоко, а здесь Форсир первым героем сразу какая-то непонятная, непонятный старт. А помнишь, мне кто-то говорил вначале, что Линд Форсир не юзает. Да, Форсир не юзает. Не юзает Форсир. Я сам удивлен. То есть это новость. И он пошел, смотри, какой крипрут у него. Багодин сразу крипит. Ох ты, ах ты наглец какой. А это разрешено вроде или как? Не, вроде у них там они подписывались под правилами, что крипрут будет стандартно. Поднесем тебе говна на лопате, дружок. После игры. Меня спрашивают в чате, вы с Бруной еще общаетесь? Я думаю, это написание Брюса или... Черт он знает. In my mind, я не знаю, о ком ты говоришь. Бруно. Такое экзотичное еще имя. Охренеть крипинг от Линд. Да, да, да. Это даже не сдержался. Слушай, а тут... Вот реально, зачем он это сделал? Чтобы помешать крипиться? Ну, у него не получилось. Вот, у тебя второй Форсир, второй АМ. Дальше. Я думаю, что он был не готов к тому, что Линд успеет это закрипать. Обычно как бы с Блэдмастером ты не успеваешь это так закрипить, как это закрипил Линд. Угу. То есть... Хотя почему? Если здесь же волки не помогали, волки отдельно крипились, да? Да нет, ты должен успеть, естественно. А, нет, нет, нет. Здесь прикол в том, что бросается ЛС на юнита, рядом с которым два других юнита. То есть если рядом с Блэдмастером поставить одного Гранта, на него не бросится ЛС. А если на тебя не бросится ЛС, то на тебя не... Не бросится ЛС. Да, ты не успеешь закрипать это так быстро. Да. Смотри, какие живые футмены там. Угу. Ну, в общем, Линд, короче, молодец. Линд все это по уму сделал. Так и СОК тоже нестандартно. Смотри, он все еще... Подожди, подожди. Это, кажется, улынчик, нет? Это улынчик. Да, это улынчик. Это гниль такая. Он сейчас вызовет Алема и повесит... Он вызовет... И повесит на него ЛС. Вот ты гниль. Что? С чего? Ну, у него же Лайтинг Шилд есть у Архимага. Так он бы это сделал сразу. Почему бы он это не сделал? Не гниль. Ну, все нормально. Он по чесноку играет. Нет, это реально гниль. Ты не имеешь права крипить в магазин вот так вот, как он... Мы это уже выяснили. А не закрипив в магазин, ты не получишь АЛС. Да, если бы он хотел, то он бы... Ну, ладно. Короче, пошел грейд на Т2. Но какой поздний. Очень поздний грейд. Ну, а с другой стороны, когда ты пауэр убилдишь, а потом пауэр крепишь. Да, у него был ЛС. Ну, то есть он мог это сделать, по крайней мере, вот... Ну, 120 ЛС-то у него было. Ну, а на 120 ЛС ты можешь сделать грейд? Не-не-не, после заказа у тебя 120 ЛС. А, после заказа. Ну, тогда Завтыкал. Завтыкал Петрович Деревянный. Вот такой вот у нас герой врывается на сцену. Мне кажется, что какие-то проблемы у Хумана с Арковской базой. Он сделал ставку на... На отмену Логова, да? Да-да-да. Он решил так же, как кэш, сыграть. Видимо, лучше практики перенимать. Меня бы очень устроило, если бы он решил сыграть так же, как кэш. Особенно по итоговому результату. Это было бы очень неплохо. Нам бы 2-2-2-2-2 по расам не помешало бы. Плохо, это было бы совсем замечательно. Так, нам хватает на ту у Рена. Да нам на все хватает. В результате у Лина ситуация-то лучше. Он подрезал мелочевку. У него уровень лучше. И мало того, у него порсирует 2,5. И Т-2. Т-2 у него значительно раньше, чем у Сока. Сейчас. Пока что я не совсем понимаю вообще план Сока. Он мог бегать сейчас уже третьим архмагом, сыграя он более пассивно. А ты не думаешь о том, что у него просто нету планов против Лины? Нет. Как раз вот его пауэрбилд и особенный маршрут криппинга... На этом его планы закончат. Ну, видимо, да. И надо попытаться понять, что он хотел в результате. Это же отклонение. Вот этот криппинг, он еще рабочего теряет. Этот криппинг, он более эффективен. Ты посмотри... Да, ты посмотри на его количество дерева, которое хватит еле-еле на героя и на одну. Ой, тут Линн еще... Ой, ну это вообще, это удаляй. Не стоит... Правильно, что не полез пытаться... Да, мог бы попасть в окружение. А так вроде ровненько все. И харасит, и... Да вообще отличная ситуация. Почти третий ФС. Таурен вышел уже готов криппица. Конечно, тоже Т2 доделался. Но разница где-то в полминуты у них по теку. Нам бы сейчас показали, насколько построены у Линн уже здания. Насколько они готовы. И мы бы вообще могли выводы строить, сделать. Да. Ну, он пока не дозаказывается в тот момент, когда... А вот, все уже делается. Уже пошел заказ. Рейдер и Спирит Волкер. Все, да. Здесь главное теперь Лину не навтыкать. А зачем Сок опять прибегает Архмагом на мейн? Вот к чему это все? То есть битый Архмаг прибегает второго уровня на мейн. Корку по таймингу, когда уже все... Ну, то есть ничего. Ничего он там не сделать не может. При всем желании. Ой, зато смотри. Нажимал стоп на своей вышечке, чтобы она атаковала... Чтобы она не атаковала Волка, чтобы получить опыт за Волка. Опять сарказм, я понял. Нет, не сарказм. Он молодец, он все правильно сделал. Очень круто. То есть он не... Если ты нажимаешь на вышечке на стоп, на кнопочку S, она перестает атаковать. И твои футмены могут добить Волка. Так подожди, там вышка добила Волка в конце концов. Нет. А, второго. А, второго, да. Ты первого. Да, да, да. Там первый Волк. Окей. Про первого соревнования. Ну, у нас разница просто по времени есть какая-то есть. Сейчас попробую сделать стоп-старт. У тебя 7 где-то 20? 10. 10? 7.11, 7.12, 7.13. Мне надо стоп-старт делать. Да, потому что я почему-то быстрее, но не видел этого Волка. Что? Ладно, неважно. Короче, перестреливается потихонечку. Крипинг обоюдный. Но, как вы видите, из-за того, что раньше это два юнита, раньше второй герой. Посмотрите на разницу по героям. ТЦ почти третий. Вейв, чайник. Ой, какой там все красное, но падает всего лишь один футмен. Второй. Спирит Линк. Ну, Линк уверенно очень ведет эту игру. Он форсиром лапкой мог бы. Ну, а все, у меня уже все, все, все. Ой, сейчас еще ополченцы, смотри, как помогут. Смотри. Третий Туриен. Он не тратит на них. Да, третий Туриен любит с ними разговаривать. Вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас, Вейв. Ну, Вейв, 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 Вейв. Ох, хорошо. Сейчас. Да, ну, это классика. Слушай, вот приятно. Это как будто, опять же, 2005 год, какой-нибудь смотришь, Форсир Тауриен против Холмана. Еще никто не знает о том, что есть такой юнит, как Блэйд. Ох. Ну, и казалось, зачем ему нужно? Такое чувство, что Линк просто идет заканчивать игру. Но, видишь, эти тролли, они решат, что они сами хотят закончить эту игру. Так, убегают. Вторые волки, кстати, они первый чайник. Это более агрессивный вариант до появления диспола. Обычно в такой ситуации берут второй чайник. Да, уже берут, да. Уже берут чайник. Ну, а сейчас пока престов мало, он реально этими волками... О, он сейчас может дропнуться внутрь. Дирижабль. Да, дирижабль. Ой, он дирижабль. А я только подумал. Я не увидел, как он дирижабль купил. Я видел только, как дирижабль прилетел. Он действительно внутрь может дропнуться. Это было бы здорово. Так и туда не дойдет. Там же глухая застройка. Там МК не заходит внутрь, нет? Но он портиться может внутрь? Да, один раз только. А потом надо как-то оттуда выпортиться, да? Ой, он спас рейдера прям по скиллу. Прям молодец. Там глухая застройка, там не пройти. Да. Так, нет, ну... Или... Райфлмены просто внутрь у них сейчас поставят. Два, два человека, ну чего бояться? Нет, я к тому, что я думаю, что они как-то прошли. Одни райфлмены выходили наверх, а другие вниз. А райфлмены типа толстые. А потом я подумал, что можно же просто поставить им точку сбора внутрь. Можно, скорее всего, для этого. И придется дирижабль самому покупать для того, чтобы этих рифлов вытащить оттуда. Ну, это колоссальная потеря инициативы. Во-первых, минус телепорт. Во-вторых, битые герои. Сейчас пока ты с этой базы будешь выходить. А Линн-то вообще не тормозит. Он просто... Окей, продолжаем крепиться. 3-3 не предел. Нормально. Да, говорят, что можно и побольше героев. Вот. И он... Бывало такое. Вторая аура, второй чайник. Это же... Это же полезно. Там 3-1, 3-1. Там почти 4-4. Ладно, 3-2. Окей. 3-2. Ну, то, что... То, о чем мы предполагали, что все-таки по классу Линн другого уровня игрок. Сок ошибался. Мне кажется, что просто Сок несколько опешил, когда он такой... Ну, я же прокрипил. Я же пропауэрбилдил. Я пропауэркрипил. Отчего он-то не появляется. Да. Ну, я как бы получил преимущество. Где моя победа? А победы нет. Это очень... Очень... Опять вот возврат к этому старту непонятному игры. Я пытаюсь в играх понять хотя бы, ну, логику какую-то, объяснить, чтобы для себя. Потому что, когда остаются такие вопросы, ты... Ну, как с этим жить-то, в конце концов? Да. Вот. Очень сложно. Очень сложно. И... И все не получается. То есть, он хотел быстрый второй левел и пойти харасить. Может быть, он реально ожидал Блейда увидеть? Не ожидал, что там форсир будет, который нормально от хараса сам отбивается. А представь себе, да, теперь, что если Блейд что-то... Блейд даже вообще даже не качает ту точку. Обычно Блейд бежит на какой-то из центральных полей. Да, короче... Нет, скорее всего, скорее всего, это какая-то была индивидуальная подстройка под маршрут криппинга слыш хараса. То есть, например, Блейд сразу выбегал у Лина в прошлых играх и бежал как раз на мастерскую. Хотя, хрен знает, он не должен прописпевать никаким макаром. И на мастерскую, в общем, в среднем подстройка такая. Ты все правильно говоришь, что это подстройка под арка. Не подлинный, извини, у меня поперпнулся. Блейд выбегает, бежит, продает ТП, покупает цирклетку, бежит еще чуть-чуть ниже и левее на троллей центральных. Там есть такой закуток с троллями. Начинает их криппить. В это время у него идет, с среднего арка идет тэч и строится первый бурок. Ты прибегаешь архимагом уже вторым, когда Блейд где-то заканчивает криппинг этих нижних криппинга. И ты, самое главное, с ним не пересекаешься на карте. То есть он... И отменяешь этот самый бурок. Да, и отменяешь. Понятно. Ну, тут битва идет. В Маунтен Кинга бедолагу зажимает. Но у него есть инвул, конечно. МК не самая классная цель. И дирижабли. Блин. Класс. Ну, нет, ну это, конечно, все равно не... Ну, куда ты вейв кидаешь? Ну, ёпреса ты. Да, шикарный вейв. Я думаю, что все равно это не помешает ему выиграть. Да. Опять еще один шоквейв чуть-чуть мимо. Короче, шоквейв не надо кидать в юнитов. И шоквейв надо кидать мимо. Потому что юнит один дергается и все. Мы уже видели сегодня... О, не сегодня. Сегодня один раз только. На турнире тоже был один шоквейв. В троллях. Вот, шоквейв уже получше. Можно для верности, знаешь, сначала тогда на того юнита кидать сетку, чтобы он никуда не двигался. И потом уже можно... Ну, хотя да, если прям хочется, то почему нет? 46-37, герои почти 5-5. 5-5. Да. Вот уже почти-почти. Почти пятый. И там еще нычка ставится, кстати. Да. Кстати, после пятого добавится... 30 маны, и можно будет третий вейв кинуть сразу же. А, и нам только не подставляемся под магическую вышку, пожалуйста. Так, двое на... Нет, похоже. Рефлани добьет. Нет, добил, добил. Там, смотри, два гранта сейчас... Бах, бах. Тых, тых. Да, ручка у меня. Пятый левел, да. А на пятом что взять? Волков? На пятом стомп. Стомп. В данной ситуации, чтобы совсем задоминировать, надо брать стомп. Представляешь, ты вбегаешь... Форсайт тогда уже, форсайт. Но Тауреном сложно взять форсайт, хотя Лин у нас талантливый парень. Я имею в виду, естественно, форсиру, что брать на пятом. Форсиру тоже стомп. Нормально, два стомпа очень удается, я думаю, хумно. Ну, да, я думаю, что чайник хорошая идея. Да и волки хорошая идея. Смотря, а сколько... Сколько пристов, вопрос. Да, чтобы пристов. Что два волка могут вообще задолбать мейн хумену. Пара пристов не так много. Да нет, наверное... Нет, три приста. Короче, это вейв чайник, чтобы прям... А, причем, знаешь, можно... Можно... Не, я вот об этом сейчас подумал. Можно рядом посадить дирижабль, чтобы его не видел хумен, и волков туда в дирижабле отправлять. Будет достаточно забавно, как у хумена будет браться. Вот этот вот вейв на двух юнитах. Но на двух юнитах это лучше, чем ни на одного. Да. Сейчас будет опять чайник вейв, сеточки есть. А, здесь телепорта нет, это последний. Ой, сейчас смотри, вейв будет. Бах. Вот это уже получше сейчас. И чайник еле выживает. О-о-о, это прям совсем приятно. Этот третий чайник, это очень хорошо. Там еще две бутылки маны, смотри, и уфс. Да-да-да, я вот только-только-только на них посмотрел, это шикарно. Уверенно, уверенно. Ну, Сок что-то перемудрил на старте. Но при этом, смотри, это такое, да, перемудрешь его сильно назад по таймингу, отправил. Но при этом не сильно он и, как сказать, не сильно-то он и косолапил в середине игры. То есть, получив это преимущество, просто спокойненько уверен. Да-да-да, да, у него просто не было моментов, когда он терял время, или там не крепился, или там что-то отдавал. И там был, конечно, такой вопросительный вейв на двух рейдеров. Ну, бывает чего. Бывает. Такой позитивчик. Вполне ожидаемо, пока идет. Эта серия начинается, по крайней мере. И получается, что два андеда... Да, если линд побеждает, то все, у нас два орка, два андеда, два хумана и два эльфа. А, как по Бруно? По Брюсу. Он там жив. Да, Брюс жив, здоров. С ним пару месяцев назад общались. Чем он сейчас занят? У него несколько, опять, ну, как обычно, короче. У него Мэтидакс, естественно, агентство, и мы особо о работе не говорили. Ну, хорошо, у него... Он сбросил килограмм 10, я уже говорил об этом, такой бодренький весь. Я вот где-то, наверное, года полтора назад, он в гости ко мне прям приходил к нам. Сергей Леонидович и Рочек скоротали, он порассказывал свои знаменитые истории. Прохладные, естественно, да. Каждый раз новые, но очень веселые. Вот послушаешь Брюса, и вот ты понимаешь, что есть такие люди... Скучно живешь. Да, что просто есть такая профессия, король мира. Систент планеты и так далее. Причем это не заливание, ты понимаешь, что человек реально приключается. Это... Ну, он авантюрист по натуре. Хороший. Хороший человек. Здесь такой интересный вопрос, бывает ли авантюрист хорошим, или бывает ли он... Ну, нет, даже не... Авантюрист не в плане, что он кого-то обманывает, а что он вписывается постоянно в какие-то движухи. То есть, чем бы это... Насколько нелепо это со стороны не казалось, насколько низкие бы, казалось бы, шансы на успех, он все равно вписывается. То есть, он все равно поставит макрасную. Да, он все равно будет играть. У авантюрист, насколько я помню, изначально нет негативного окраски у значения слова. Я пойду даже гуглить. Не, я беспринципный все-таки, занимаешься авантюрами. Не-не-не-не-нет, давайте мне еще, пожалуйста, пожалуйста, значит, по альтернативным значениям, пожалуйста. Можно далее какого-нибудь... Ну, ты знаешь, мне кажется, что авантюристы беспринципные, это все-таки разные вещи. Не, ну вообще, первое, что выдал гугл, это... Вот, устаревшие, устаревшие, искатель приключений, вот, путешественник. Авантюра как приключение? Да-да-да. А вот второе значение, тот, кто склонен к авантюризму, беспринципный делец. Беспринципный делец. Ты тоже будешь культюристы? Это подага так? Блин, это... Или словарь Ожегова? Или Брокгалст. Словарь русского языка Российской академии наук. Сравнительно новая. Что он нам говорит о карте Эко Айлс? Вот, а если по толковому словарю русского языка, который в середине 20 века вышел под редакцией Ушакова, то это искатель приключений. Все, все нормально. Я, короче, имел в виду именно устаревшие, естественно. Конечно. Естественно. Ну что? Да боже, помолясь, яки думать о чем-то другом. Как в неустаревшем значении слово обантюрист. Обантюрист. Для чего сок выбрал эту карту? Не знаю, эксп или агрессия. Вот я всегда думал, что Эко Айлс выбирается исходя из логики экспанда. Ну, потому что легко крипить, он рядом, и есть лагерь наемников рядышком, чтобы еще его прикрыть, защитить. Но помня предыдущую карту, ну, в смысле, предыдущую игру, застройка с Архимагом, то есть это не все так однозначно. Ну, да. Раньше, если помнишь вообще хумы на ближних респах, на любых картах, там, Twisted Meadows какой-нибудь, или Turtle Rock старый, где можно было близко появиться, они же чаще всего просто шли рашить. Они не ставили экспортиформ, они шли застраивать, и все. И со словами, в эти орк сильнее. Они просто бежали, да. Причем иногда даже брали первого паерлорда. И бежали прям, прям, прям сразу. Но здесь это не тот случай. Нам показали, кого делает хумын? Что за герои у него были? Да, там... Мне показалось, что там Архмаг. Так, Блэйд, Барак и Магазин. Да, Архмаг, Архмаг, все в порядке. Да. Ну, как понятно, можно через инку поиграть. Знаешь, мне что-то подсказывает, что сок здесь не будет ни рашить, ни ставить экспанды, он здесь будет играть стандартную игру. И здесь все решится, когда 50 лимита на 50 лимита, лимб просто возьмет и расконтролит его. А почему сок опять начинает какую-то хрень крепить? Что он делает? Боже мой, я вот сейчас сказал это. То есть у тебя здесь два ядовитых парня, которые из твоей армии даже просто... У них же скрип такой, что они каждого удара в парах. Да, да. Здесь хуже... Скрипятся одинаково, что левая, что правая точка по сложности. Но здесь хуже артефакты. Тебя больнее бьют. И... Зачем? И тебе, главное, никто не мешает. То есть ты лагерь наемников крепишь стандартно. Да. Здесь еще повезло, кстати, Футмана, что на него набросили сеточку, его... Не били, да? А учитывая то, по какому таймингу хуманов появляется... Ну, конечно, мы, блин, еще элементали вызываем под сетку. Ну, как? Как? Вопрос хороший. Не, ну ты ждешь просто одну секунду, пока тролли начинают видеть ментов. И они вроде как не кидают сетку на юниты, которые стоят на месте, и кидают сетку на тех, кто подбегает, если он в рейнже находится у них. В результате он получал от этих троллей по Архмагу, по Футмену. Да, согласен. И, кажется, после прошлого начала он, как бы, действительно должен взять себя в руки и не придумывать какую-то экзотику. Вот сейчас Лин должен был, кстати, понять, что там его отбегают Футманы, потому что ни с того ни с сего сорвались. А, побежали. Да. А ты видел, кстати, здесь прикол, как крепится вот этот магазин ныне с одним Блэйдмастером и с одним Грантом? Ну, он и давно так крепился? Или какой-то там особенные штуки? Нет, вот именно здесь. Забегают, блокируют, блокируют Огров. Да, да, да. Ну, это достаточно... Ну, ладно, да. А Сок попытался тем временем закрепиться в пяти местах, при этом Лин разведал все эти пять мест, но вот не факт, что у него получится все это добить. О-о-о, какое окружение ты видишь. Класс. Вообще нет, конечно. Смотри, рабочие терпят. Ну, это, кстати, следствие криппинга Мурлоков, потому что рабочие сюда уже прибежали. Хотя это может быть свеженький. Он должен был совсем битых отвести. Да. Ну, кстати, тем временем Архимаг очень близок к третьему левелу. Надо это отметить. И также надо отметить, что обычно все же, когда ты так крепишься на Эхайлз, а здесь хуманы все-таки умеют подсчитать так, чтобы у тебя был третий левел. Да, да. То есть где-то, где-то, где-то не доработал. В смысле, где-то не доработал. Он Мурлоков крипел на лагерь наемников чуть больше, чем второй левел ты получаешь. А, да, 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 согласен. И все, эти две точки зеленые добираешь, и третий получаешь. А я и забыл. И вот сейчас у тебя мог бы быть второй элементарий. А второй элементарий это прям... Спейл говорит криппинг Мурлоков, потому что третий левел тебя уже было получать, а Мерков сразу крипит опасно. Какое опасно, если он футменом делал разведку... Какое окружение ты видел? Да, отличное окружение. Спейл, привет. Лин прям сам туда выталкивает. Выталкивай, давай, Грунцера. А спицкроу на Блэйда причем. Ну, чтобы успеть просто добежать тупо. Шикарно просто. Представляешь, интересно, а кто-то сразу придумал это выталкивание? Что, как выталкивание? Или у него так случайно получилось? А, в смысле? Чивик. Чивик. Чивик в этом... Ну, и эту фишку очень долго не находили, хотя техническая возможность была. Так, Blood Mage, но это тоже хорошо. Это стандартно. Но агрессия будет, скорее всего. Нет, с Blood Mage... Что, застройка? Что? Нет, нет, там первой агрессии не будет. Тебе нужна какая-то армия. То есть у тебя нет ничего дамажищего, ну, кроме Алименталя, который сейчас будет вторым. С Blood Mage тебе нужно что-то, типа парочка сорочек, парочка престов, парочка спеллбрейкеров, чтобы у тебя хоть какой-то дамаг был. Если ты прибегаешь сразу к орку с Blood Mage, тебе просто... Ну, тебе нечем наносить дамага. У тебя нет ни свиней, у тебя нет ни молотка, у тебя нет ни осидки. Blood Mage это такой... Он хорошо и в середине игры с Большой Армией играет, и при Больших хорошо ману со счетами феймстрайк делает. То есть, по идее, Хуман не должен сейчас быть супер агрессивным. У него это же Сок. Он же может в агрессию. Он пошел в атаку уже. Смотри, он агрессивничает в правый низ. Он на самом деле очень правильно читает, потому что ЦХ как раз туда и должен был бежать, второй левел получать. Удивление. Ничего себе. А, видимо, повезло Лину, что он, возвращающийся в Блэнд Дом, увидел, как вся армия бежит туда. Менты сверху подбегают. Вышка делается. Лин прочитал план. Ну и плюс увидел, конечно, Blood Mage. Ой, ополченцы, ополченцы, ополченцы. А, при статом ловят. Сыху зажали. Опять выталкивать. Блин, опять выталкивать. А, там нет, там нет, там нет маны на виндвог. Минус Блэй. Не, он мог выбежать. Ой-ой-ой. Но Блэйт, правда, а Блэйт второй уже? Ой, это плохо. Ну, естественно, потеря героя тебя там застраивает. А я сейчас не подумал о том, что ману можно не только высасывать, но и передавать вот три элементаля больших. Угу, естественно. Это не совпадение, да. Это не совпадение. Ой-ой-ой, а это очень жестко. Это прям настолько жестко, насколько только возможно быть жестко. Куманы часто в преддверии вот такого пуша пропивали архмагам еще регенерацию маны, чтобы как раз прибежать и с тремя элементалями это делать. Вот. А тут не требуется просто... Найс вытолкнул. Да, да. Ну, у него 40 маны было на тот момент. Я не знаю, зачем он выталкивался ху первого. Но думал, что, видимо, там не будет последующего окружения. И вроде как даже время было у него там по... Ну, он был окружен, кажется, сразу. Не специально, но спонтанно там так получилось. У меня эти элементали, они просто мне всю жизнь портят. Да, конечно. Они каждому орку нормальному снятся. Это... Да, это просто жесть какая-то. Все, заливаю это еще один разок архмага. Там уже граждатся вышки. А что, Блэйдмайстер? А, Блэйдмайстер в алтаре. Не вовремя. Не вовремя, не вовремя туда. Теоретически можно отбиться. Ламбермилл есть, барак есть. Пока у тебя вышки не атакуют твою золотую... Да, твою золото. Точнее, твою личную сбору золота. Ну, еще все шансы есть. Кстати, любопытно. Ты оговорился, но в первом, может быть, даже во втором Варкрафте у золотых шахт тоже был запас здоровья. Он был колоссальным, огромным. Но можно было шахту убивать. Но их можно... Ну, в общем, да. Рейтинг, к сожалению, такой темы нет. Но СХ быстрее прокачается. Да тут, как бы, дело даже не столь... Ну, короче, да, это такое замечание. Вот барак очень нужен. Нужно заказать катапульту. Да, но барак можно еще и внизу поставить. И, наверное, лучше барак было бы внизу поставить, а не под вышками. Время, время просто уже не хочется тратить. Сейчас уже, уже все, уже надо прикрывать его. Теории элементария этих, это же просто жопа. Очень огромное количество урона от них улетает. Да и танкуют они неплохо. Там есть диспл, но пока не хватает. Крубается. Это крора, но... Но вот поменьше стало элементарий. Но чуть-чуть. Бладмейд чуть ли не идеальный вообще герой в такой ситуации. Потому что за каждую... Я его реально недооценил с этим переливанием обратно мана. За каждый вот такой вот подход он тебя точно штрафует. Я не знаю, почему он сейчас не высасывает. Можно было хотя бы и спиритволкеров пососать мана. Потому что Блэйд пустой. Да. Вот, собственно, и понятно, почему сок выбрала Хуайллс. Видимо, у него изначально был такой план на игру. Нужна еще одна катапульта. Нужны райдера. Но на дерево не хватает. Нужно подстраивать ребят на дерево. Да, рабочих катастрофически не хватает. По-хорошему тут еще рабочих нужны накаты. Там есть парочка. Да. Ну, один решил почему-то под спидами пойти в атаку. Вместе с основной армией. Со словами, я могу так, это мое. Он побежал туда, да. Лавка сейчас достраивается. Можно базово закупиться, но дороговато. Потому что все равно... Ой. Ну, пока добыча идет. Рейдеры катапульты вроде как строятся. Крайне тяжело, конечно. Крайне тяжело. Коду уже третьего элементария съедает, но не успевает переварить. Они заканчиваются раньше, чем... А как вот сейчас вернуться с спиритволкерами? Вопрос. Никак в ответ. Ну, под спидами можно попробовать. Да, можно было. Но спас только одного. Но оно все равно того стоит, что 50 голды за свиток. Здесь интереснее другой вопрос. А как штурмовать эти бетонные... Крепчения? Флаймстрайк, пожалуйста. Все, пошел. Это же бесит, бесит. Да, еще и флаймстрайк. Причем этот... Особенно обидно, что этот флаймстрайк за твою ману. Ну, здесь тогда другой... Блин, еще смотри, катапульта выходит, тут же помирает. Здесь есть другой выход. Строить юнитов без маны, грантов. Не, не, дожмет, дожмет сок. Там новые башни выстраиваются. У Линны еще... Это подготовка прям хорошая, подготовка прям совсем хорошая. А что необычного было в стратегии сок? Это же дефолт. Ну, то есть, это стандартная тема тоже. Если бы стандартный, Линн бы о ней знал. Ну, то есть, да, я видел это, но мне казалось... Ну, да, там катапульта умирает. Все умирает, все плохо. Без кат, без кат никак. Вот катапульты как раз и строятся долго. GG пишет, Линн. 1-1. Вот так вот. Обидка, обидка. Но сейчас Линн, я знаю, он выбрал свою карту, а свою карту он просто так не отдает. Какие мы выводы можем сделать? Смотри, с форсиром ты победил. Давай, давай, давай. Мне нравится такая аналитика. С флэйдмастером ты проиграл. Так. С флэном ты победил. Так. С сухой ты проиграл. Ну, все, все очевидно. Нормально, да, можно корреляцию сделать. Конечно. Просмотреть закономерности. Я уверен, что сейчас будет карта хорошая, так, чтобы можно было побегать, покрепиться, и форсир, и флэн, все сейчас будет. Да, да, да. А сух-то хорош, две разных карты, две разных стратегии. Когда такое... Не, ну а что ты смеешься, когда такое было в последний раз? Вон, эльфы уже год катают одного козла безвариативно. Я на этот турнир видел одну варденку. Ну, она несколько раз была, кстати. Демон Хантер был тоже уже. А Демон Хантер был разве? Да, был, 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 был. Он пытался контрить Маутен Кинга. Не очень успешно, но пытался. И только андеды скромно молчат, да, такие? Да, у них все хорошо, они абсолютно... Да, их все устраивает. А вторым лич? Лич. А что-нибудь новое? Не-не-не-не-не-не-не-не. Вот это... Не, подожди, они третий... Во-первых, с 30-м патчем начали чаще брать Дреддлорда. Первым героем на определенных картах для постановки экспанда Дреддлорда хорошо подняли в последних патчах. И Слип дешевле, и Сварм работает на технику, в общем, и скорость перемещения ему, как и остальным, подтянули. Но не массово, не массово это все. Во-вторых, андеды третьим героем могут взять разных. Это может быть Рейнджерка, это может быть Битлорд, и Криптлорд. Криптлорд еще. Криптлорд. Не может быть. Не бывает. Не бывает. Не бывает таких героев. Никто не отмит. Короче... А, не, он мог выбежать. Да, ты прав. Сейчас повтор посмотрел. Там открылось на секунду слева окошечко, и все. Вообще, если так серьезно, то, скорее всего, вот у альянса, у андедов и альянса самые, получается, универсальные герои. Да. Остальным приходится... То есть, чаще всего это первый ДК, чаще всего это первый архмаг. И на протяжении всей истории варкафта это прослеживается. Дальше, наверное, все-таки это орки, потому что Блэйдмастер Форсир 50-50. Да. Глобально. А эльфам можно играть вообще во что угодно. Во что угодно. Все равно раса такая, что... Да-да-да, нам плевать. Патма была, причем долгое время. Козел тоже, и сейчас обратно. Дима целая эпоха. Варден тоже. Бери половину таверны, пф, изи. Соло панда. Так, половину таверны, это тоже эльфийские герои. Да-да. Патрусируются они тут все. Панда была долгое. Бистмастер тоже целая эпоха, да. Рейнджерка даже была первая. Рейнджерка была первая. Парахи с тинкером далеко. Да. Рейнджерка на эхо, которую Мун катал. Да. Походу подряд. Да-да-да. Совсем все просто. Нормально. Сойдет? Ну, это все потому, что эльфийские герои базовые довольно слабые, поэтому нам приходится выкручиваться как можем. И, естественно, кто угодно может взять нейтральных героев в таверне. Кто угодно. Если они действительно такие крутые, то почему вы не используете нейтральных героев? А почему ты говоришь «вы»? Ну, «вы» и все остальные. Я абсолютно согласен. Я вообще эту слабую расу просто, чтобы не провоцировать людей, да, бы я отменил. То есть, должны играть нормальные и сильные расы. И с юнитами, кстати, у нас тоже у эльфа большие проблемы. С лопа как... Что там проблемы? Нам, чтобы выиграть, нужно использовать один тип юнитов, но в большом количестве. То есть, либо масс хантресса, либо масс дриада, либо масс медведи, либо масс феррики. Да, у Фени была еще любимая стратегия «пофиг, что потом химеры». Ну да. Химер тоже надо много. Это задача, да. Задача выйти в химер. То есть, реально эльфы выкручиваются как могут. И героев нормальных не дали. И непонятно, какими юнитами играть. Микс, чтобы построить эльфу, это вообще, это как, это вообще микс? Это... Нет. Он не убивает никакой микс. Надо отдать должное Дэдману. Он медведей контрил хантресками, р-этими, р-р-р-р-хантресками, талонами и дриадами. У него была прям стратегия такая. Прям про Дэдмана или про Хота говоришь сейчас? Не путаешь? И Хот потом ее тоже использовал. Но Дэдман именно прям вот в начале. Он ставил экспант и выходил просто в массу всего. К нему приходили тайминговые медведи, а у него в два раза больше всего остального. Он такой, ну давай, фрайс. Ну, Мун также играл через лорницу, например, и под Мун. И от медведя отбивался на Т2. Ну да, есть такая тема. Ну, в общем, это да, это такие мундеркинды, которые... А стандартно, да, вам надо, но очень много юнитов совсем нет. Опять же, если, например, далонов использовать, то только масса. А желательно, чтобы они еще не отличались друг от друга, а то контролить сложнее. А это совсем сложно тогда будет. Это совсем вообще, никуда не годится. Конечно, тяжело, тяжело, Альфа. Согласен. Так, что делать, Дэдмин? Продал, купил, побежал. Слушай, молодец, все нормально. Срегулянт. Окей. Не ошибся, не ошибся. Ага, алтарь, алтарь куцует. Прям совсем плохо. А куда дальше бежит Архимаг? Что это за секретные места криппинга? Чтобы они нашли нас. Опять. Нашли нас, нашли нас. Нашли на нас, Лина. Лина, нашли на нас. И он бежит прям. Блэдмастер, короче. По логике, Блэй должен бежать как бы вниз на зеленую точку, выбивать зарядный. Так обычно бывает. Но он бежит просто, просто палит футменов. Смотри. А, нет, подожди, это иллюзия Блэдмастера наверху. Ё-моё. Нет, Алин сейчас откроет проход на базу. Сок, и хорош. Все флаги в гости будут к нам. Давай восьмером построить эту ферму. А потом восьмером её зачини. Ну вот, имба, имба. Ну скажи же, ну какой ещё расовый такой вот экспресс-метод? Да. А сейчас бы не построил он этим экспресс-методом эту ферму. И было бы вообще, можно ГГ писать. Нет, 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 нет. Успой, построится магазин. Успой, успей, успей. Ой, хороший, ой, хорошая сеточка. Сеточка молодец. Но надо подводить ребят, чтобы они чинили магазин. У магазина мало будет. А ребята мешают друг другу. Но нет, успевают. Я решил не рискать. Там ещё Блэд возвращается. Конца не отключили, да. Так, а может быть, он зря побежал? Крепил бы себе зелёную точку. Да, он и так закрепил. Всё нормально. Там только один тролль несчастный оставался. Я думаю, ты про Лина? Ну ладно. А, не, или у Лины-то какие. Лину бежать защищаться, естественно. Какие у него варианты ещё. Можно, кстати, магазин дочинить, а то... Да. Всё уже. Не бьют, и ладно. Хотя нет, тут футмены развернулись. Назад побежали. Вот игры абсолютно, видимо, из-за нестандартных маршрутов криппинга, из-за вот соковских вот этих вот майн-геймсов, и они не похожи на стандарты. То есть, по крайней мере, бегают где-то кто где, короче. Не знаю, увидел ты или не увидел, но Хуман поставил... Ламбер-милк какой-то кривой. А, кузницу? Да, по-моему, там кузница. А может, это ламбер-милк был? Мне казалось, что это кузница была. Сверху, справа, на базе. Да, с самого-самого вверху. Это ламбер-милк был. Ламбер-милк? Да, это странный место. А какой смысл его ставить там? Я не знаю. Не спрашивай. Там до леса далековато бежать с мейна. Я не знаю, почему он милл поставил. Но там, может, блокирует что-то. Может, проще сражаться, например, было на своей базе северной части. Но неужели он настолько продуман, что планирует, где у него будет близко к финальному сражению? Да, согласен, согласен. Не настолько он продуман. Вот интересно, второй герой. Второй герой? А, может быть, он сделал милл для того, чтобы не занимать место от арканок внутри. Это самое логическое. Мне кажется, что там можно впихнуть так, чтобы вообще не занимать место. Не то, чтобы арканок, а просто. То есть он же вылезает всюду и везде. Он как лесопилку-арку. Ну, она поменьше, естественно, да. Может быть, может быть. Там под шахты, кажется, его можно поставить, чтобы ничего не мешать. Да, да, да. Ладно. Ему виднее. Ну, виднее ему. Тоже согласен. Орг сильно... Ой, смотри, тайминговая вышка, чтобы не затерпеть от неожиданной виверны. Ага. А там планируется вообще? Да, вроде нет. По крайней мере, Лин, я не видел, чтобы он эту первую виверну строил. Да, да, да. Это же лайф заморачивался. Или флай. Флай, конечно же. Буквы те же, а... Ну да, и оба китайцы. Ой, как вот мэн троллит. Эй, ну как... Ну, ё-моё, ну... Блин, мог же сверху так же обойти, нет? Да, мог. Ай-яй-яй-яй, свиток, 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 свиток. Да, убежал нормально. Чуть-чуть позади. 6.20. А вот Граби, кстати, Граби успевает замазаться перед тем, как пойти в этот мисс. То есть, либо он как-то через шип замазывается, либо что-то еще. Может, не скриппи? Смотри, как грамотно он прочухал, что он прочухал плохое. Сочетание. Он понял, что... Ну куда, ну ё-моё, ну... Ну ладно, убьет и так. О! Что? Ты видел? Нет, пока еще нет. Сейчас дойдет. Воу, 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 воу. А теперь временем посмотри слева, синяя точка. Лин понял, что тот Грант не успеет убежать. Вот, его показывают сейчас. И отвел его в другую сторону. Я бы не догадался до этого. Красиво. Красиво. Контроль очень хороший, конечно. И что там выпадает? Циклон, блин. Нет, не так плохо. Ну там чейнинга нет, там нет Близзарда. Я тоже думал, что... Или ты хочешь поокружать, поубивать опять? Я хочу просто поподнимать СМК, чтобы там не было Клэпа. То есть все эти... Хотя там есть, наверное, диспл будет. Правильно, правильно. Ну там... Рано или поздно будет. Скорее поздно, чем рано. Потому что тут не приоритет на диспл. Ну, будет его какой-то... То есть он ему нужен только против Линка, который... Который позже тоже. Ну, в общем, Игрант такая валидольная получается. Нет того преимущества у Лина. Да его вообще преимущества нет. Что уж там. О, этот самый Грант. Эх... Ну, Сорочка, нечестно. Не честно, совсем не честно. Ну, нужен СХ-3. СХ-3, да СХ-3. Ой-ой-ой. До него так не скоро, что прям совсем не скоро. Есть некий бонус в том, что... Построилась слишком на базе, а Виверной нет. Побежал, побежал. Рабочие побежали сейчас с базы СОК. Да, все побежали. Блин, а там не 3-3. А там не 3-3. Но надо успеть замазаться, всеми замазаться. Может, на лагерь наемников успеем? А, менты обратно побежали. Вот как его понять? Он думал, что будет сражение в центре? По какой-то причине. Или он думал, но передумал пушить? Может, он захотел третий уровень получить? Мне кажется, что он понял, что сейчас тайминг магазина, но он немножко опоздал. Тайминг криппинга магазина у Орка. А, понял, понял. То есть он молодец. Слушай, а получается, что СОК-то очень хорошо понимает игру. Он понимает, когда какой тайминг нужен, где сейчас Орк. Да, но сколько раз он уже с ИХУ ловил на криппинге на выходе. Да. И тут вампиризм нас выпадает. Так, пока что хорошо. А вампиризм, кстати, в патче еще апнули. Я вообще логику не понимаю до 20% с 15%. Надо как-то с 18-ю талонами все-таки бороться. Только в импиризму. Только лаком. Только, я не знаю, чем. Дисбалансом. А то этот дисбаланс совсем будет дисбалансом. Я не знаю, что я несу. Да, это не важно. Это не важно. Смотри, смотри, Лин понимает. Лин приходит. Лин все видит. На толку. Мы уже выбили, блин, этот артефакт. Позиция. Даже если ты сверху, блин, придешь, два шага сделали назад. И все нормально. Мне казалось... Да, да. Продолжи, прощай. Мне просто казалось, что Лин где-то полчаса назад начинал крепить этот лагерь наемников. И он сейчас его закончил крепить. Как-то он не очень торопится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Этот футмен сейчас может таких дел натворить. Он может стырить артефакт. Он может украсть артефакт. И я уверен, он будет стараться это делать. Он будет пытаться, да. Более того, армия рядышком. И упускает еще Лин этого Огра. Ну, блин, окружи это человека. О, МК еще в инвизный. Клэп. И стырил девайс. Сок просто чемпион. Да. Вот за это он уже заслуживает как бы победы в этом матче. Да, да, да. Сок очень хатный. И минус СХ, судя по всему. ГГ. ГГ. Блин. А где Блэйдмастер-то все это время? Был. Ты видел Блэйдмастера на карте, нет? Не, на карте не видел я Блэйда. Мне кажется, эти подлокотники, они нечестны. Я требую переигровки. Блин, как же жалко Лина. Сок очень хороший, Сок молодец. Прямо, прям. Расстроенный, Лин. Ну что ж, поделать. Ничего не поделать. Насколько была первая игра, да, уверен? Можно было ожидать того, что... Ох, что нельзя унижение было. Да, что нельзя было ожидать следующих игроков. Ну, смотри, давай проанализируем игры. В первой, опять же, был Форсир и Таурен. В двух последующих... Да, да. Все, мы делали вывод. Просто давай-давай-давай, не будем переходить на личности. Просто не те герои. Это... Да. Обидка. Но вполне заслуженная победа от Сока. Особенно вот последний момент, когда... Лин ошибается, не добивает этого Огра-солдата. Ну, то есть, не доокружает его. Футмен Инвизни с бэкпэком. Здравствуйте. Разведка отличная. МК вырывается, клэпает, добивает.